Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск разговора о медицине. И сегодняшняя наша тема называется «Как сохранить здоровье глаз». У нас в гостях Богданова Ирина Геннадьевна, врач-офтальмолог Ульяновской областной клинической больницы. Здравствуйте, Ирина Геннадьевна. Добрый день. Скажи, пожалуйста, какие заболевания глаз наиболее распространены у жителей Ульяновской области? Может быть, и в целом скажете, и в стране, и в мире. Добрый день, дорогие слушатели. Во-первых, я могу сказать, что заболеваемость глазных болезней в Ульяновской и Ульяновской области мало чем отличается от общероссийской. Такая статистика, в принципе. Такими распространенными заболеваниями, как катаракта, глоукома, различные аномалии рефракции, к которым относится близорукость, гиперметропия. Это различные заболевания сетчатки, встречающиеся при сахарном диабете, при миопии высокой степени, которая осложнена изменениями на периферии сетчатки, возрастной маклодистрофией. Ну, простыми словами, миопия и маклодистрофия – это что такое? Мы будем говорить о миопии как болезни, которые оставляют изменения на сетчатке, которые снижают зрение. Потому что есть близорукость слабой степени, когда зрительные функции совершенно не страдают. А есть осложненная близорукость, при которой нужно проводить динамические осмотры, проводить профилактические мероприятия в виде лазер-коагуляции сетчатки, чтобы укрепить ее, чтобы не было таких грозных осложнений, как отслойка сетчатки и другие. Елена Геннадь, а маклодистрофия – это тоже патологический процесс? Маклодистрофия – это такое обширное понятие, которое объединяет много подболезней, при котором страдает центральная зона сетчатки. То есть тоже, в конечном счете, зрение тоже… Конечно. Центральная часть сетчатки, вот именно макула называется, это область, это те 2,5 квадратных миллиметра, от которых зависит качество жизни. В масштабах организма эта ничтожно малая величина, но от того, в каком состоянии она находится, зависит очень многое. Скажи, пожалуйста, Арина Геннадьевна, а вот сейчас заболевания глаз, они вообще помолодели? Или все-таки нет такой тенденции? Что скажете? Во-первых, сейчас я могу отметить, что увеличилось общее количество пациентов, которые обращаются за помощью к офтальмологам. Это связано с очень многими моментами. Во-первых, продолжительность жизни стала больше, повышается культура населения, люди раньше сидели дома и при снижении зрения думали, на мой век хватит, к врачу не обращались. То есть, был отрицательный опыт, например, у лечения разных глазных болезней у соседей. Сейчас ситуация кардинально изменилась, потому что офтальмология – это одна из отраслей медицины, которая не идет вперед семимильными шагами, а летит. Сейчас люди приходят к врачу, уже, как говорится, не терпят, не сидят дома, а действительно хотят лучше видеть, как в молодости, как вы хорошую фразу такую сказали. Ну, получается, значит, и доступность повысилась в врачебной помощи, да? Она приблизилась все-таки к пациентам. Как вы считаете, вот именно офтальмологическая помощь, доступность в поликлиниках? Я могу сказать вам следующее. Кадровый дефицит, особенно первичного звена, сохраняется. И я покривлю душой, если скажу, что это очень доступно. Но сейчас существует масса альтернативных вариантов в виде частных офтальмологических центров, где тоже можно оперироваться в рамках ОМА-С, то есть бесплатно. Что же хорошо. Это всегда имеет экономическую природу, и не мне решать эту проблему. Ну, и когда пациент приходит, например, даже с каким-то заболеванием, вот вы заикнулись о том, что сахарный диабет, например, там, да, та же артериальная гипертония, где тоже страдает зрение. Терапевт тоже же может направить, в принципе, и в областную больницу на консультацию. То есть эта доступность тоже есть? Эта доступность есть, но, естественно, мы работаем с очень большими перегрузками. И все-таки консультативная помощь, она должна быть регламентирована по времени. Это не может быть валом, на то оно и называется консультативная поликлиника. Ирина Геннадьевна, ну, давайте вот хочу поговорить с вами на такую тему. Сейчас, конечно, очень много различных гаджетов, да, компьютеры, ну, вот этот современный, как говорится, прибор, оборудование. Вот скажите, пожалуйста, вот длительная работа с мониторами, да, с компьютерными, это же вредно, да? И как можно все-таки предохранить зрение от воздействия побочного действия этих вещей? Ну, я поняла ваш вопрос. Компьютерный синдром, как вот понятие, оно появилось около 30 лет. Даже компьютерный синдром прямо называется? Есть компьютерный зрительный синдром, это симптомы комплекса жалоб, которые возникают при длительной работе, работы с монитором, с гаджетами. Давайте скажем, какие-то жалобы. Какие пациенты жалобы? Их все знают. Это чувство сухости, песка за веками, чувство сжения, тяжелые веки, утомление зрительное, головная боль. Все это возникает в результате того, что мы постоянно-постоянно связаны с электронным носителем информации. А монитор, он имеет свои особенности, и о них хочется сказать подробнее. Давайте. Во-первых, самые совершенные мониторы, которые даже существуют сейчас, они генерируют лучи сине-фиолетового спектра, которые не самым лучшим образом сказываются на состоянии сетчатки и хрусталика, и тоже вызывают зрительные утомления. Сама природа изображения на экране монитора, она пиксельная, а мозг воспринимает линейные структуры, и он вот эти мелкие точечки достраивает глаз и мозг человека. Это тоже приводит к тому, что затрачивается больше энергии и сил, и опять же приводит к утомлению. Очень большое значение имеет контрастность изображения. И вот сам монитор, он обладает таким магическим свойством приковывать взгляд человека настолько, что он забывает даже моргать. И в результате этого возникает неполноценность слезной пленки, которая в норме защищает наш глаз от агрессивного воздействия окружающей среды. Возникают такие мелкие островки, лакуны без слезы, которые обнажают нервные окончания, и возникает тот симптомный комплекс, о котором мы с вами говорили в начале. Поэтому из вышеперечисленных причин будет формироваться профилактика компьютерного синдрома. Если мы говорим о мониторах, это должны быть качественные мониторы. Они должны быть правильно расположены, должна быть правильная организация места рабочего. Если мы говорим о слезной пуленке, которая страдает при этом, должны использоваться различные слезозаменители, лубриканты. Их множество, их 40 наименований. Я не буду утомлять зрителей перечислением. И в отношении очков, хочется сказать. Есть такие очки, которые защищают от бликов. То есть специальные очки, да? Специальные очки, которые блокируют эти фиолетовые лучи. Они обладают такой способностью. Они повышают контрастность изображения. Конечно, их нельзя носить постоянно. Но во время работы с компьютером, с мониторами, с различными гаджетами, этим можно пользоваться. Следующее, что очень важно и обязательно нужно затронуть, то, что должно быть лимитировано время общения с этим волшебным и сказочным аппаратом. То есть даже в очках, не знаешь, что ты одел очки и можешь часами сидеть. И это время регламентировано для каждых возрастных групп. Если я вам назову цифры, вы будете немало удивлены. Потому что очень часто в обычной жизни мы видим ребенок в коляске, мама дает ему свой смартфон, и малыш, который еще не умеет ходить, спокойно листает и перелистывает мультики, которые ему не нравятся. Но это недопустимо, особенно в раннем детском возрасте. Вот даже в детских садах допускается работа с гаджетами по 7 минут всего лишь 2 раза в неделю. В ранней школе 7-8 лет это 10 минут в день. Очень ограниченное время. Это, конечно, невыполнимо, но стремиться к этому нужно. Для взрослого человека это предполагает 40-50-минутную работу и обязательно перерыв на 15 минут. Вот даже в своей жизни я не могу себе такого позволить, к сожалению. Но, значит, чему мы еще учим наших пациентов, которые к нам приходят? Когда вы работаете с монитором, прочитали абзац, моргните. Вот это систематизирует и адаптирует вас к тому, чтобы эта слезная пленка все-таки была ваша собственная, а не искусственная, о которых мы говорили. Лубриканты, слезозаменители. О чем еще я хотела сказать? Вот работа с монитором – это постоянная смена фокусного расстояния. То есть вы сидите, перед вами клавиатуры – это одно фокусное расстояние. Монитор – это другое фокусное расстояние. Подошедший сотрудник, который вас о чем-то спрашивает – это третье фокусное расстояние. И вот аккмуляционный аппарат, который и сам... Нагрузку сильно испытывает. Я всегда говорю, что работа с монитором приравнивается к чтению в трясущемся транспорте. Вот если когда-то в институте... Все испытывали это, конечно. Да, да, да. Надо учить, а ты едешь, и потом после 10-15 минут хочется просто закрыть глаза и немножечко отдохнуть и посмотреть на окружающую природу. Да, информация не усваивается уже, конечно. Ну да, конечно. Перерывы нужно хотя бы делать. Можно сказать следующее. Режим труда и отдыха, использование защитных средств, использование хороших мониторов, организация рабочего места, использование лубрикантов. Ну, в целом, да, это так и есть. Ирина Геннадьевна, скажи, пожалуйста, мы уже говорили об этом, что человек хочет качественно видеть, видеть как в молодости. Хорошая очень фраза, мне понравилась. Вот когда все-таки человеку нужно обращаться к офтальмологу, когда нужно решать вопрос о ношении очков, например, там, или контактных линз, вот когда это время наступает, как вы скажете об этом? Ну, сначала мы скажем, как правильно, а потом как в жизни. Давайте. Правильно, даже если человек не имеет жалоб, он должен ежегодно проходить... Один раз год. Один раз год. Достаточно вполне. При наличии каких-то жалоб и какой-то глазной патологии, частоту, кратность приемов определяют врачи. В каждом возрасте существуют определенные направления, за которыми нужно следить. Если это дети, мы боимся у них развития близорукости. Если это старшая возрастная группа, это глаукома. И поэтому хорошее дело в советских времен диспансеризация, она все-таки выявляла глаукому на ранних стадиях, стремилась выявлять поправимся, потому что это всегда было проблемой ранней стадии выявления глаукомы. Но диспансеризация – вещь хорошая. Ее не надо забывать, особенно в наше время. Вот глаукома и катаракта – это разные заболевания, конечно, абсолютно. Но все-таки какое из них более сложное и в лечении, и в подходе к какой-то тактике введения пациента? Ну, конечно, вы правы, и в сознании масса людей эти заболевания, они всегда существуют практически парно через запятую, но это совершенно разные заболевания. Если катаракта – это процесс естественного взросления, старения, изменения структуры, плотности, оптических свойств своего собственного нативного хрусталика, и операцию по поводу классической, неосложненной катаракты любят все, и офтальмологи, и пациенты, потому что пациент приходит с низким зрением, ему делают операцию, на следующий день лицо светлеет, пациент счастлив, доктор рад. Все рады. Про глаукому хорошего сказать невозможно. В офтальмологическом сообществе это заболевание называется психиума-убийцей, и это неспроста, потому что на ранних стадиях это заболевание протекает совершенно незаметно. То есть симптоматика вообще никакой не будет, да? Да, совершенно никакой. Ее даже очень трудно выявить специалистам, потому что очень полиморфное заболевание. Когда мы говорим о глаукому, мы забываем, что более 20 видов глаукому существует, но мы этого касаться не будем, потому что иначе мы просто запутаемся в терминах и запутаем наших слушателей. А когда человек обращается, он понимает, что с ним происходит что-то не так, только тогда, когда 60% нейронов, то есть это нервные клетки, которые формируют зрительный нерв, уже погибли, и мы никогда их не вернем. Вот всегда спрашивают, какая профилактика. Поэтому всегда хочется сначала сказать, какие факторы риска для развития глаукомы. Прежде всего, это наследственность у родителей. Я всегда, когда приходят пациенты с далеко зашедшей стадией, я всегда спрашиваю, они обычно уже возрастные, я спрашиваю, сколько вашим детям лет. Они мне говорят, я говорю, вот в возрасте 45-50 лет они должны уже ходить к офтальмологу и говорить, что у моего папы или у моего мамы была глаукома, чтобы они выявляли активно это заболевание на ранних стадиях развития. Или, по крайней мере, находились под жестким динамическим наблюдением с этой же целью, чтобы это было все диагностировано вовремя, а не когда поезд ушел, и мы бежим за уходящим составом. Так вот, про факторы риска. К ним относится различная соматическая патология, которая вызывает нарушение микроциркуляции. Микроциркуляция — глаз маленький орган с мелкими сосудами, но который очень любит кровоснабжение и кислород. И вот те заболевания, которые обкрадывают сосудистые русла нашего маленького, но очень важного глаза, они являются фактором риска. Это гипертоническая болезнь, артериальная гипотония, это сахарный диабет, который поражает мелкие сосуды, это различные пороки сердца с нарушением кровообращения, аритмии, бронхиальная астма, прием некоторых препаратов. Например, заболевание легочной системы всегда сопровождается с той или иной степенью недостатка кислорода. И поэтому кровь и так мало подтекает к глазному яблоку, да плюс еще она объединена кислородом как питательным веществом. Но это такая примитивная схема, которую понимают пациенты, чтобы понять, что борьба с этим заболеванием, она должна вестись не разово, а это постоянный труд. Я всегда говорю, здоровье – это труд. Нельзя сходить в спортзал один раз и думать, что у тебя будет красивая фигура. Это нужно делать постоянно. Трудиться, конечно. Трудиться, да. Конечно. Ну, Ирина Альбин, вот еще такой вопрос по поводу лечения, да, вот, ну, по глаукоме и катаракте. Есть какие-то методики и обследования, может быть, современные, да, и лечения, какие-то подходы. Может быть, у нас в Лианской области какие-то есть, ну, как так называемые, ноу-хау, да. Может быть, там, при взаимодействии с другими регионами мы чему-то там, может, сами учим или чему-то сами учимся, да? Как у нас происходит? Если диагностика катаракты совершенно не вызывает никаких затруднений даже у молодых врачей, то диагностика ранних стадий глаукомы, она, конечно, вот была, есть и будет большой проблемой. Потому что здесь, кроме современных методов диагностики, к которым относятся оптическая кондерентная томография, компьютерная периметрина современных периметрах, для этого еще нужен огромный клинический опыт, интуиция докторов, которые сидят на приеме. То есть врачебный опыт. Потому что глаукомы – это не всегда высокое внутриглазное давление, как существует такое примитивное представление об этом заболевании. Иногда высокое давление не приводит к потере нервной ткани. Иногда нормальное внутриглазное давление, на фоне нормального внутриглазного давления мы видим прогрессирующее падение зрения с формированием глаукомных изменений зрительного нерва. Ну, вывод какой? Опять же, это как при любой нозологии. Не заниматься самолечением, не слушать каких-то там суждений, у кого там как проходило лечение, а именно индивидуально обращаться к врачам, офтальмологам, обращаться по необходимости, и тогда будет все в порядке. Ну, вот сидя на приеме, ведя прием глаукомных пациентов, мы всегда объясняем вот эти азбучные истины. Ведь вот люди не понимают, когда у них с их еще в ранней стадии, когда у них хорошее зрение, зачем они капают препараты, да, если у них и так все хорошо. Так и говорят, наверное, да, у меня же все хорошо, зачем, да? Да, порой прекращают лечение. Вот, например, вот в прошлый ковидный год, когда выпало лето, когда пациенты старших возрастных групп или не ходили по санэпидопредписаниям, или просто боялись посещать поликлиники, мы в конце года расхлебывали эту ситуацию, потому что приходили пациенты с обвалом зрительных функций. Запущенность уже какая-то была, да? Ну, потому что они переставали капать, потому что, а когда происходит обрушение зрительных функций настолько, что они замечают это, вот тогда они идут к окулистам. Ну, мы пытаемся реанимировать остаточные нейроны, вытянуть их из полуживого состояния. А так, постоянно просвет работа. Есть школа больных с глаукомой, мы всегда это озвучиваем. Пациенты приходят из других поликлиник, то есть санпросвет работ на эту тему среди населения ведется. У нас не только школа глаукомного больного, у нас есть школа больных с катарактой, школа с макулодистрофией, и просто, как я уже сказала, народная молва, сарафанное радио. Ну, школа замечательная вообще, когда идет обсуждение такой, пациенты с одной патологией, они обсуждаются. Это очень здорово. Ирина Геннадьевна, ну вот скажите, пожалуйста, очки и контактные линзы, вот в чем преимущество, в чем недостатки? И про контактные линзы, они же есть разные, тоже есть, по-моему, цветные даже есть линзы, есть бесцветные. В чем преимущество, в чем вообще польза, вред, может быть, давайте на эту тему поговорим с вами. Ну, когда тоже приходят на прием и спрашивают, что лучше носить, контактные линзы или очки, я всегда говорю фразу. В арсенале современного человека существуют разные виды оптической коррекции. И точно так же, как вы имеете разную обувь для разных случаев жизни, вы должны иметь и средства оптической коррекции. То есть это виды коррекции? Это виды оптической коррекции, да. И нужно иметь и очки, и контактные линзы. Главное, чтобы они были подобраны профессионалам в хорошем лицензированном учреждении и сделаны из добротных материалов. Вот основные постулаты. Контактные линзы, если говорить о их достоинствах, они дают более высокую остроту зрения. Нет искажений зрения на периферии. То есть, например, при высоких степенях амитропии, то есть при близорукости или дальнозоркости высокой степени, очки на периферии чуть-чуть искажают. Контактные линзы всегда обычно бывают чуть меньше по диаптринности, и пациенты чувствуют и видят в них намного комфортнее. В отношении очков это тоже нужно иметь в арсенале, потому что иногда бывают ситуации, когда, например, контактные линзы нежелательно носить в агрессивной среде. Накуренное помещение, вечеринка с большим петарды, хлопушки, Новый год. Раньше, после Нового года, у нас в отделении всегда лежала одна-две девушки после новогодней ночи, которая не снимала контактные линзы. Это был бич. Сейчас, видно, оптометристы работают в этом направлении, а сейчас пациентов таких стало намного меньше. Вот все-таки, насколько можно отдалять методы коррекции оптической вообще по возрасту? Вы сейчас скажете, чтобы человеку было комфортно, чтобы это было качественно. Все-таки до какого времени можно терпеть и не надевать очки и не использовать контактные линзы? Или это все индивидуально? Вопрос задан некорректно. Мы, офтальмологи, считаем, что зрение всегда должно быть 100%. И тут без разговоров. То есть 100% и все. Но мы не ответим с вами на все вопросы и не осветим все нюансы. Надо приходить к профессионалам. Ну, понятно. Скажите, пожалуйста, а вот продукты питания, вот, ну, содержащие, например, чернику, там, морковь, да? Вот насколько это полезно все-таки для того, для улучшения зрения? И вообще, что вы скажете вот по этому поводу? Ну, хорошее питание никто не отменял. Ну, то, что мы едим. И морковь, и черника, все замечательно и прекрасно. Но просто, если говорить о суточной потребности, то для того, чтобы, например, получить суточную потребность в витамине А, мы должны съесть около килограмма моркови. Это реально? Нет, конечно. А потом очень многие забывают, что витамин А – это жирорастворимый витамин. И для того, чтобы морковь была так… Ну, чтобы питательные вещества все полезные вещества попали. Да, да, да. Ее нужно тушить, а не есть тертую или сырую или вареную. Так это просто клетчатка с каким-то остаточным количеством витаминов. В отношении черники – прекрасный препарат. Мы его любим. Не препарат, а еда. Прекрасная ягода. Но тоже для того, чтобы… В чернике содержатся антиоксиданты, заоксантина – все, что любит наша сетчатка. Но, опять же, для того, чтобы покрыть суточную потребность, это нужно около килограмма черники. Это дорогая ягода. И потом, что будет с вашим желудочно-кишечным трактом? Он просто не всосет. Такое количество веществ – это невозможно. Илья Геннадь, я знаю, что в этой теме абсолютно компетентно. По поводу коронавирусной инфекции и глазной патологии. По вашим наблюдениям все-таки, насколько повлияло, кто переболел, может, пациенты ковидом, и, может быть, как-то тоже на патологию глаз тоже повлияло? Что вообще на эту тему можно сказать? Ну, конечно, исследований на эту тему еще никто не проводил. Но между собой мы… Все впереди, наверное. Да, многие есть начинания в этом направлении. Но что мы видим? Во-первых, вот просто из-за того, что были другие приоритеты в жизни, из-за того, что люди боялись выйти из дома, пожилые пациенты прекращали… Даже не то, что боялись, а были карантинные мероприятия. Были карантинные мероприятия, а потом были фобии. Фобии, потому что люди конкретно не приходили, потому что боялись заразиться в поликлинике. А вот мы видим прогрессирование многих возрастных заболеваний, таких как макулодистрофия, отечная форма, изменение сетчатки при сахарном диабете, глукомные пациенты наши пострадали. Лица, которые перенесли ковид из-за астенизации организма, многие отмечают ухудшение зрения. Для того, чтобы проводить исследования в доказательной базе, нужно сравнивать с чем-то. А сравнивать на основании только предыдущих записей в истории болезни не совсем корректно. Конечно, будут многие работы на эту тему, и при следующей нашей встрече, я думаю, что я вам расскажу более конкретно, потому что не хочется пока придумывать и наговаривать. То есть это тоже, конечно, повлияло. Многие пациенты, которые перенесли тяжелый ковид, не знаю, как это связать, но у некоторых развивается катаракта. Но не хочется пока говорить об этом так вот категорично. Подождем, что скажет нам. Посмотрим тогда, пусть это будет тема следующей нашей встречи. Это очень свежая и больная тема. Конечно, мы все ее коснулись. И в заключении программы, может быть, какие-то такие добрые советы и как специалист-офтальмолога, и как человека нашим телезрителям? Ну вот, вы сами подвели меня. Нет, начну с ковида. Я хочу, чтобы все были здоровы, чтобы у всех были антитела, и чтобы мы, наконец, победили эту не очень хорошую болезнь, чтобы наша жизнь вернулась в прежнее русло, и вы посещали офтальмологов, у нас было прекрасное зрение, которое будет позволять вам наслаждаться прекрасной весной. Спасибо большое. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова